Баскетболистки Нефтяника Баскетболистки Нефтяника начали делать больше точных, обостряющих передач и получили дополнительную мотивацию. В третьей четверти амички раскачали защиту соперниц и вновь вышли вперед. 54-47. Начали чувствовать друг друга, смотреть внимательно их защиту. Они в какой-то момент растерялись, пропускали наши бэкдоры и мы отдавали друг другу передачи и так получилось забить. В решающие минуты матча Нефтяник проявил собранность и полную самоотдачу. Внимательной цепко сыграли на финише поединка. Ксения Фанасенко забросила важные штрафные броски. Амички одержали победу со счетом 71-65. Напряжение было колоссальное, но на тренировках в последние дни мы отрабатывали эти моменты. То, что нужно было забивать штрафные под давлением и слава богу я забила. По завершении поединка губернатор Ромской области Александр Бурков вручил призы лучшим игрокам. В составе нашей команды отличный матч провела Ксения Фанасенко. Затем глава региона поздравил баскетболисток и тренеров Нефтяника с прошедшим недавно днем рождения и вручил команде нужный подарок – макбук для проведения видеоразборов. Я хотел бы поздравить с прошедших на дня днем рождения нашей любимой команды «Негтяник», которая 56 лет назад была организована и сегодня достойно представляет Умскую область. Это одна из настоящих команд в Сибири на Дальнем Востоке. Особое 100 благодарностей я хотел бы сказать тренерскому составу и лично Елена Васильевна Лазуткина вам за то, что вы всю жизнь свою отдали баскетболу и отдали любимой команде «Негтяник». Огромное вам за это спасибо и низкий подбор. Второй поединок команд завершился со счетом 54-66 в пользу баскетболисток из Курска. Два следующих матча чемпионата России «Негтяник» проведет на своей площадке 18 и 19 ноября с клубом «Платов» из Новочеркасска. Курска Курска